В поселке Строитель несколько домов признаны аварийными, в том числе это здание, расположенное по адресу улица Дружная 7 и Кочевская 18А. Люди, проживающие в этих общежитиях, в основном получили комнаты по наследству. И теперь они годами борются за право расселения. Одна из жительниц дома на улице Кочевская является вдовой и мамой троих детей. В данный момент она беременна четвертым ребенком. Ее ситуацию можно назвать одной из самых затруднительных среди жильцов общежития. Ведь в свое время после смерти родителей она не переоформила на себя положенную ей по наследству комнату. В этом случае мы сейчас окажем юридическую поддержку и помощь для того, чтобы оформить полностью ей правильно эту комнату, в которой она проживает. Оформить, поставить на очередь и провести все необходимые мероприятия для того, чтобы она нормально была и возможно обеспечить необходимым маневренным фондом, который есть. Маневренный фонд предлагается для всех жильцов аварийных домов. Однако многие продолжают проживать под падающими потолками, ожидая расселения. Зачастую объясняя свое нежелание переезжать в предлагаемую гостиницу тем, что здание находится в центре города, на площади Ленина. Рязанцев пугает мысль о необходимости смены школ и детских садов. Те, кто решился на переезд в маневренный фонд, прошли через ряд процедур. Они подают заявление к нам в управление, в отдел по жилью, и им предоставляется в зависимости от того, сколько человек проживает. Если несколько, то можно получить две комнаты, если нет, то одну. Но плата там установлена за коммунальные услуги, она есть. При этом за комнату в аварийном доме платить не придется. Надо будет необходимо оформить документы, чтобы все ресурсоснабжающие организации были уведомлены, что я там не проживаю и прошу не брать с меня плату там и там и там. Что касается недавнего обрушения потолка в доме на улице Дружная, на проблему должна отреагировать управляющая компания ЖКО «Строитель». Она занимается обслуживанием этого дома. Здесь жильцы также имеют право на переезд в маневренный фонд. По своему желанию, они могут перевезти туда мебель и необходимые вещи, поскольку зачастую процесс ожидания расселения занимает продолжительное время. В городе аварийных домов довольно-таки много, потому что и мы, международная комиссия сама по себе работает, процесс такой непрерывный. Где-то в среднем порядка в год признается порядка 10 домов, каждый год признается аварийными. И они встают в определенный реестр. Мы его отражаем, который в Минстрое Российской Федерации, этот реестр. И после того, как определенная работа на федеральном уровне проводится, изыскиваются средства, они доводятся до региона и начинается новый этап программы переселения. В данный момент ожидается наступление нового этапа расселения очередных аварийных домов. В прошлую программу попало 8 домов, сейчас насчитывается 47 зданий. Пока никто не может сказать о том, куда именно переедут люди и когда это случится. Поэтому в настоящий момент в ожидании расселения маневренный фонд является хорошим вариантом для жильцов аварийных домов.